Друзья, привет! Сегодня я хочу поговорить о гиперактивных детях. В современном мире каждый 4-5 малыш рождается с гипердинамическим синдромом. Медицина утверждает, что данный диагноз ставит малышу при рождении в случае получения многочисленных микроорганических повреждений головного мозга. Данные повреждения, как правило, являются следствием кислородного голодания, возникающего в результате либо затяжных родов, либо слишком скоротечных. Чем же выделяется ребенок с гиперактивностью, спросите вы? Отвечу, ваш малыш это электровеник. Он не может сидеть и минуту спокойно на месте. Игрушки его заинтересовывают ровно до того момента, пока не сломаются. Ломаются они практически моментально. В саду он чемпион по количеству замечаний и огольков со стороны воспитателя. Все вечно говорят, что ваш малыш неспокойный, вечно нарушает порядок, тишину и так далее. Вот она гиперактивность, друзья. Если вы замечаете все вышеперечисленные признаки у своего малыша, скорее всего у него гипердинамический синдром. Но чтобы окончательно убедиться, лучше обратиться к квалифицированному специалисту, конечно. Ну и как же этим бороться? Что с этим делать, спросите вы? Отвечу, практически никак. В первую очередь надо запастись терпением. Во-вторых, если ваш малыш все-таки гиперактивен, возьмите на вооружение ряд правил, которые я перечислю далее. Никак не связывайте даже самые ужасные поступки вашего малыша с личностью. Не стоит говорить, что он ведет себя не как сверстники. Ругайте его только за поступки. Объясняйте, что он сделал неправильно. Также не забывайте, что можно давать воле эмоциям, поскольку гиперактивным детям свойственно непонимание некоторых эмоций. Им надо доходчиво объяснять, например, что такое плохо и хорошо, и в каком настроении находится сейчас человек. Часто за гипердинамичностью очень сложно разглядеть подлинные личностные качества вашего чада. Большинство окружающих людей считает его настоящим сорванцом. Но помните, что это не так. Не стоит присоединяться к критике окружающих людей по отношению к вашему малышу как к личности. Малыш должен видеть, что родитель – это его оплот и защита. Кому как не вам знать истинные его качества и видеть в нем настоящую личность? Предоставьте такому ребенку как можно больше возможностей для реализации его физической активности. Повесьте дома турник, поставьте лестницу, купите собаку. Давайте такому малышу как можно больше возможностей проводить время за активными играми на свежем воздухе. Запишите его в спортивную секцию. Но не забывайте, что иногда стоит проявлять настойчивость, поскольку и игры на свежем воздухе, и спортивные секции такому малышу также часто надоедают. Поэтому иногда стоит проявить жесткость и настоять на том, чтобы малыш продолжил посещение секции. И помните самое главное. Не стоит насильно приучать такого ребенка к усидчивости. Проявить хитрость и смекалку. Прививайте ему усидчивость и терпение с помощью увлекательных игр. Подытоживая все вышесказанное, основной совет родителям гиперактивных детей, не переходите на личность при воспитании малыша. Но никто вам не запрещает давать волю эмоциям в процессе воспитания. Главное не занимайтесь рукоприкладством. И помните, сдерживая себя в эмоциональном плане, вы не помогаете, а только вредите ребенку. Поскольку вы таким образом не всегда можете правильно до него донести основную мысль, которую вы хотели передать. Надеюсь, родителям гиперактивных детишек мои советы хоть немного пригодятся. Так что берите их на замерку. А также ставьте пальчики этому видео, делитесь этим роликом с друзьями, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Ну а впереди нас ждет еще много всего полезного и интересного. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok